У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Ну, в общем, с первых шагов становится понятно, что в этот раз Ночь в библиотеке посвящена сказкам Александра Сергеевича Пушкина. В год литературы Библиотека имени Горького решила посвятить один из самых зрелищных праздников гениальному русскому классику. Но из всего его творческого наследия были выбраны только сказки. Ну, Ночь в библиотеке – это такое событие, на котором мы хотим, чтобы люди приходили отдыхать, веселиться и развлекаться. И более серьезное творчество нашего замечательного и всеми любимого классика брать, ну, не то чтобы не хотелось, но мы решили этого не делать. Поэтому были выбраны сказки, потому что все их знают, все читали, и всем нам хочется перенестись в детство и в какую-то другую сказочную страну. В этот праздничный вечер библиотека действительно больше напоминала сказочную страну. На каждом шагу посетители поджидали сюрпризы. Для любителей интеллектуальных игр были устроены различные викторины и конкурсы. Участники квеста могли вживую пообщаться с шамаханской царицей и золотой рыбкой. Не обошелся праздник и без самых настоящих сражений. И даже поклонников современных известных шоу ждал сюрприз – проект «Голос Лукоморья». Сегодня герои сказок Пушкина посоревнуются друг с другом на предмет своих вокальных данных. Можете увидеть и услышать песни как нашего собственного сочинения, так и перепетые песни, известные нашей популярной музыке, рок-музыке. Судьями на шоу также стали герои пушкинских сказок – «Русалочка», «Кот ученый» и «Соловей-разбойник». Кстати, зрители тоже могли поучаствовать и похвастаться своими вокальными данными. А еще на праздники можно было посмотреть волшебное зеркало, нарисовать свою собственную сказку и даже заблести волшебную косу. Наверняка многим пришедшим сюда захотелось перечитать сказки Александра Сергеевича. Ведь это только кажется, что мы их прекрасно помним. А на самом деле сказка – это кладезь знаний. Впрочем, как и любая другая книга. Именно об этом каждый год нам и напоминают на самом ярком литературном празднике.